В период с 1903 по 1906 годы В Преамуре сменилось сразу три генерал-губернатора Я позволю себе зачитать Полгода в 1903 регионом руководил этнический серб Участник подавления восстания Хэтуани и Манчжурии Деан Суботич После него с 1903 по 1904 исполняющим обязанности губернатора стал Николай Линевич До этого он командовал войсками Южно-Уссурийского округа Брал Пекин во время подавления все того же восстания и Хэтуани С 1904 по 1905 возглавил Преамуре герой русско-турецкой войны Потомственный казак из Луканской области Ростислав Хрещетицкий Такая сумбурная кадровая политика связана с форс-мажорными обстоятельствами А именно русско-японской войной И все эти губернаторы либо готовили Преамуре к войне Либо руководили территорией в разгар сражений В преддверии войны в Преамуре сложилась противоречивая обстановка С одной стороны, наша разведка докладывала, что Япония модернизирует флот, закупает оружие С другой стороны, здесь в Преамуре как-то не особенно активно готовились к войне Так, например, наместник царя, адмирал Алексеев, современным языком это полпред на Дальнем Востоке Получал из столицы указания проявлять сдержанность и миролюбие Губернаторы с ним не спорили Если в столице сказали уповать на мир, ну будем уповать на мир Об этом очень эмоционально в своих мемуарах пишет генерал Алексей Бутберг Сначала он служил в штабе в Хабаровке, а затем был назначен командующим Владивостокской крепости Бутберг вспоминает, что все прошения командиров морских фортов установить дополнительные пушки На подходах к бухтам Владивостока и Порт-Артура возвращались из Хабаровска с отказом В крепостях Порт-Артура и Владивостока не хватало не только людей и оружия, но и элементарно одежды Особенно обуви, рукавицы шили из мешковины А за несколько недель до начала войны, как пишет Бутберг, и вовсе произошло вопиющее В целях экономии решено было сократить дозор вокруг Порт-Артура, чем и воспользовался противник И в январе 1904 года Порт-Артур был обстрелен Так началась русско-японская война Тогда русский флот не практиковал военные действия зимой И потому флагманские крейсера были поставлены на зимовку Когда японский флот обстрелял Владивосток, то понадобилось 12 часов, чтобы раскочегарить паровые двигатели российских крейсеров Из-за этого не удалось устроить погони за нападающими Такая растерянность войск, огромное количество штабных командиров от Хабаровска до Петербурга, с которыми надо было согласовывать каждый шаг Все это привело ко множеству обидных поражений и огромным человеческим потерям, особенно в начале войны Хабаровск находился в стороне от военных действий Однако сюда свозили раненых Так Хабаровск в годы русско-японской войны стал одним большим военным госпиталем Все свободные казармы, склады были оборудованы под полевые лазареты и госпитали Со всей России в Преамурье съезжались общины Красного Креста Так в этом здании на улице Панькова разместились врачи и сестры Александровской общины из Санкт-Петербурга Это было общежитие для медперсонала Это была тогда окраина города Недалеко была дружная станция и вокзал Одной из проблем был недостаток пресной воды Местный колодец, который использовали, он давал почти в 10 раз меньше, чем требовалось лазарету И приходилось снаряжать караваны, телеги с бочками, камуру, которые недостающие довозили Это был такой процесс трудоемкий Так как Хабаровск был в стороне от фронта, сюда привозили раненых на долечивание И главной причиной смертности здесь становились не сами увечья, полученные в боях, а побочные факторы Антисанитария, заражение, нехватка нормального питания Чтобы обеспечить необходимый уход раненым, в Хабаровске открылись медицинские курсы Здесь по ускоренной программе готовили сестер милосердия Среди них были и дочери генерал-губернатора Николая Линевича Еще до войны в 1903 году в Хабаровск поставили рентгеновский аппарат, первый на Дальнем Востоке Что облегчило врачам работу с пулевыми ранениями Но самое главное, сюда прибыли лучшие полевые хирурги страны Которые подняли медицину в регионе на новый уровень Некоторые специалисты здесь остались, либо вскоре после войны вернулись Как это произошло с доктором Пьянковским Он приехал в Хабаровск вместе с Нижегородским лазаретом После войны уехал на запад, через некоторое время, очень вскоре вернулся в Хабаровск И здесь по предложению местных властей он возглавил нашу городскую больницу Помимо раненых, в Хабаровск свозили и беженцев с острова Сахалин Сначала на судах их доставляли в Декастре, а потом в Хабаровск Из-за спешки, в которой проходила эвакуация, было сложно определить Где каторжане, где поселенцы, где надсмотрщики Из-за этого по прибытии на континент после тяжелого изнурительного пути Люди были вынуждены неделями жить в огороженных бараках, ожидая разбирательства С началом войны жизнь хабаровчан сильно изменилась Резко выросли цены, город заполонили военные и раненые Но больше всего война повлияла на японскую диаспору Хабаровска На момент начала войны японцев в Хабаровске было менее 500 человек Это была одна из самых малочисленных национальных общин в городе Тем не менее, японцы селились в центре Так, японским кварталом считалась улица Поповская, современная улица Калинина Японцы селились от Чердымовки до Плюснинки, то есть от одного бульвара до другого Здесь по сей день стоит здание японской школы, где сейчас преподают занятия восточными единоборствами А раньше рядом размещались японские рестораны, цирюльни, ювелирные магазины Историк Алексей Колесников часто проводит экскурсии по японскому кварталу По его словам, японцы славились своими прачечными, где работали в основном мужчины и нянями Или, как называли их дети, амма 10% в городе нянек, которые работают с детьми, это русские 10% украинки, все остальные практически это няньки, идеальные няньки Не украдет чистоплотно, как енот И с ребенком, естественно, как со своим родным обращается Есть анекдотическая даже история, когда крестят дочку артиллерийского капитана В Успенском кафедральном соборе и берут с собой няню И она, увидев, что священник, погружая дитя в купель, расталкивает людей Вырывает ребенка и сама купай устраивает вот такой скандал Война застает хабаровских японцев врасплох За неделю до начала боевых действий японский МИД дает рекомендацию Не указание, а именно рекомендацию покинуть Россию Но легко сказать, а как это сделать? У людей на год вперед проплачена аренда, закуплен товар для торговли В конце концов, здесь семьи, дети, старики Но вот как это все взять и бросить? За четыре дня до войны пришло уже более четкое распоряжение от японского МИДа уезжать Для отправки на родину японский МИД зарезервировал два судна во Владивостоке Но туда надо было еще добраться Малоимущих японцев за свой счет вывозил глава диаспоры Известный хабаровский фотограф и предприниматель Токиучи Однако всех эвакуировать не удалось И на момент начала войны в Хабаровске осталось 60 японских граждан Многие из них не будут иметь возможности покинуть пределы своего двора, своего дома Естественно, их бизнес будет остановлен, бойкотирован, запрещен Они будут существовать, продавая за бесценок свои продукты, а иногда и свои личные вещи китайцам Они будут получать угрозы убийства от русских Ну, вплоть до того, что... Причем очень серьезные, поскольку даже на имя генерал-губернатора будут приходить анонимки Где прямо и честно будут писать, что либо вы их убираете, либо они будут убиты, эти японцы наши хабаровские И черт бы с ними! Но об этом могут написать зарубежные газеты Натиска ненависти от населения руководство крайне выдержало и был издан указ В течение суток выселить всех японцев из приграничных городов Дальнего Востока А начинается долгое-долгое, страшное, трагичное путешествие через Забайкалье, Сибирь, Урал Где их собирают всех наших русских японцев в большом лагере, монастыре А затем, уже при содействии Германии, их везут на пароходах по Волге, по Европейским рекам, в Атлантические порты Их преследует постоянно несчастье и неприятности Их бесконечно потрошат, обворовывают, грабят конвоиры В тюрьмах, где они ночуют, начальники тюрем запускают их с имуществом, пускают без Дорога японцев займет 9 месяцев, сама же война продлится чуть более полутора лет Летом 1905 года, наконец, начинаются мирные переговоры По итогу войны Россия лишается порта Артура и половины острова Сахалин Но самое главное, что и Россия, и Япония выходят из войны с огромными экономическими И, что самое страшное, человеческими потерями Однако сразу после войны японцы начинают возвращаться в Хабаровск Многих из них, особенно нянь, русские семьи встречают со слезами на глазах Примечательно, что уже к концу следующего, 1906 года, японцев в Хабаровске было даже больше, чем до войны И впереди как японцев, так и русских, корейцев и китайцев здесь ожидало несколько лет мирной, а значит, относительно благополучной жизни Редактор субтитров А.Семкин